Добрый день, сегодня я хочу рассказать о настройке инвертора гибридного AFOR AF5K SL и сделаю маленький отзыв. Начнем с основных настроек. Переходим в меню. Так, run info. Здесь у нас в основном собрана всякая информация о работе инвертора. Что вам может пригодиться, например, run record. Если у вас плохая сеть и часто ее отключают, здесь можно увидеть журнал отключения вашего инвертора, когда он переходил в автономный режим. Чтобы для вас не было неожиданности, если вы с утра встали, а у вас аккумулятор зарядился. Аккумулятор отключил. Инвертор отключился от сети. В этом меню мы можем видеть ошибки. Потерялась связь с инвертором, с аккумулятором и прочие другие интересные ошибки, которые описаны в инструкции по эксплуатации на последних страницах. Так, sysinfo. Здесь просто информация о системе. Ничего интересного. Все основные настройки у нас будут происходить в этом меню run-param. А сразу хочу сказать, что у инвертора есть украинская локализация меню. Но мне кажется, в английской версии параметры как-то более понятны. Переходим в run-param. Пароль 5, 4, 3, 2. Так, pv-mod. Здесь у нас ничего менять надо. Стоит independent. Bat-param. Заходим сюда. Устанавливаем. Ну, если у вас литий, то устанавливаете литий. Здесь можно выбрать или автоопределение аккумулятора, или вручную выбрать аккумулятор. Так, куда я вышел. Можно также выбрать кислотный аккумулятор и какой-то режим simulated. Непонятно, что это такое. Так, ну, поддерживаются аккумуляторы всех известных, там, pi-one-tech, да, и насыпается и прочее. Так. EMS-param. Здесь у нас задаются практически все режимы работы инвертора. EMS-mod. Заходим сюда. Сейчас у нас выбрана Change Charge First. Данный режим подходит для тех случаев, когда у вас, как и у нас, часто отключают электричество. То есть, получается, что аккумулятор будет заряжаться в первую очередь от солнца и не будет использоваться, когда есть сеть. Он будет включаться только, когда инвертор перешел в автономный режим. Так. Self First. Нам неинтересно. Второй режим, который вас может заинтересовать, это Self Use. Он установлен по умолчанию. Наверное, он будет для большинства подходящим. В этом режиме у нас, получается, инвертор настроен на максимальную экономию электроэнергии. То есть, сначала питается нагрузка, излишками мы заряжаем аккумулятор. Вот. При этом аккумулятор постоянно будет в работе. Он постоянно будет заряжаться, разряжаться. Поэтому для данного режима лучше использовать литий. Потому что количество циклов будет большое. Charge First. Тут уже можно, наверное, и кислотный какой-то использовать режим. Так. Переходим Charge Command. Тут у нас по умолчанию стоит Charge Charge. Вставляем так. Charge Power. Странная, на самом деле, настройка. Потому что дальше будут задаваться параметры аккумулятора. Ну, в общем, здесь я установил просто зарядный ток умножить на батарею с литиевым аккумулятором. 1200. У меня стоит литиевый аккумулятор на 50. Пайвантэч 2000. Ну, как раз 1200 мощность заряда. Change Range. Тут мы устанавливаем максимальный процент заряда, минимальный процент разряда. Так. Максимальное напряжение на батарее. Если у вас аккумулятор подключен по коншине, то, в принципе, тут параметры по умолчанию подтянутся с батареей. Вы можете их просто откорректировать. Минимальное напряжение на батарее. Максимальный ток заряда. Максимальный ток разряда. Минимальный сок при работе от сети проклацали. В общем, вот. Не знаю, зачем нужен Charge Power, если мы только что в Change Range задали все настройки. Так. Дальше у нас идет AC Charge. Зарядка от сети. То есть, здесь можно выставить, заряжать от сети или не заряжать. С каким процентом мощности. Максимальный, до какого уровня заряжать. И три, получается, интервала, когда мы можем включить зарядку от сети. Force Charge. В общем, данные режимы AC Charge, Force Charge, мы можем, независимо от установленного режима работы, там Charge First или Self Use, мы можем принудительно включить зарядку в нужные нам диапазоны, диапазоны времени. Также те же самые настройки, те же самые интервалы. Также у нас есть Force Discharge, то есть принудительная разрядка. Также можем поставить с каким процентом принудительно разряжать, в какое время аккумулятора. Эти режимы будут превалировать над установленным в EMS Mode режимом. Forbidden Discharge, это у нас запрещенная разрядка. То есть, в этом режиме аккумулятор не будет разряжаться в этих интервалах. Следующий режим ESP Mode. То есть, в этом режиме мы включаем вообще режим работы как бесперебойник. Стоит по умолчанию он, если мы его отключаем, и при отсутствии сети будет выдаваться ошибка. По факту здесь все. Так, метр по рам. Мы здесь задаем в меню метр. Мы выбираем наш счетчик, если у нас установлен какой-то счетчик по RS-485 протоколу. И dual-city, если у нас установлен трансформатор тока. PMOD, PMOD. Пропускаем. Grid Control. Здесь мы устанавливаем 0. Если вы по нулям. Первый параметр и второй. Если вы не хотите, чтобы в сеть что-то там отдавалось. И не генерация в сеть. Так, дизель и генпарам. У меня нет дизеля. Все. По этому меню все. Прот парам. Так же парам будем. Здесь вас может заинтересовать только overvolt. Прот. В общем, защита от высокого напряжения, низкого напряжения. Если частота вышла куда-то погулять. В общем, проверка изоляции, земли и всякое такое проще. Сис парам. Здесь вы можете, в принципе, выставить язык. Время. Но, в принципе, и все. Компарам и сис команд, я думаю, никому не нужны. По данным, по настройке, я думаю, все. Теперь небольшой отзыв о самом инверторе. Ну, как вы видите, сейчас солнце идет полтора киловатта на нагрузку. Инвертор вообще не издает никаких звуков. Он без вентиляторов. То есть, полностью тихий инвертор. Вообще, может быть, какие-то звуки идут, когда там идет какая-то зарядка. То есть, кому нужно в квартиру его, то, в принципе, подойдет. Из положительного еще можно отметить эту цену. То есть, сейчас его в Украине я купил за чуть меньше, чем 700 долларов. То есть, из конкурентов за такую цену возможно только Lux Power. Но Lux Power не выполнен в лагозащищенном корпусе. У него аккумулятор, вентиляторы. Ближайшие конкуренты, да и прочие Solus стоят намного дороже. Поэтому, не знаю, цена, по-моему, это его преимущество на данный момент. Теперь к недостаткам и минусам, которые мне удалось заметить. Во-первых, это жутко неудобный разъем подключения батареи. Здесь разъем батареи не такой у всех инверторов, где под болтовое соединение, правда, подключается. А свой разъем. Минус этого разъема в том, что в него не вставить нормально толстый провод. Туда по инструкции входит провод около 10 квадратов. Больше будет воткнуть, ну, проблематично. И спрашивается, каким образом инвертор 5-киловаттный должен работать с аккумулятором 5-киловаттным, когда туда не вставить толстый провод. Хороший такой вопрос. Второй такой косяк, который я заметил, это отсутствие достаточного количества портов коммуникации. То есть здесь только два порта под RJ45, которыми можно подключать там все нитры, связь с батареей, коннектить. В итоге на один RJ45 порт мы должны подключить и счетчик, и батарею. То есть я не могу просто взять провод, который идет от батареи, связи с инвертором, и просто подключить его напрямую к инвертору. Идет специальный тройничок, где нужно разрезать сетевой провод или какой там у вас провод идет. Нужно разрезать его, и каждый проводочек подсоединять на этот разветвитель. В общем, не знаю, почему не сделать было еще один порт, как у тех же инверторов D и ТП. Не знаю, экономия на портах неудобная. Еще был косяк с мониторингом. Родное приложение Афор для мониторинга вообще ставить не рекомендую. Во-первых, оно является полным клонном SolarMan. Во-вторых, чтобы туда зарегистрироваться, я с пятой попытки у меня это получилось. И то только лишь установив место проживания Китай. Другие адреса он не понимает. Украины он не знает. Не хочет добавлять. Приложение вылетает. Но с Китаем получилась такая ситуация, что когда я добавил инвертор с китайским адресом, инвертор начал собственную дату внутри инвертора. Дата начала синхронизироваться с китайским временем. Если у вас установлены какие-то временные режимы работы, то они собьются. И естественно статистика также будет считаться неверно посуточная. Поэтому после того, как я удалил аккаунт из приложения родного Афор и остался на SolarMan, проблема прошла. Вот, вот, пожалуй, и все, что я могу сказать об этом инверторе. Цена ок, есть косяки небольшие. Ну, цена, как по-моему, перекрывает все их. Все, спасибо всем.